Внимание мировых СМИ сейчас приковано к инциденту с российским самолетом-разведчиком, который был сбит в Сирии. Как заявили в Минобороны, опасную ситуацию спровоцировали израильские истребители. Они подставили российский Ил-20 под огонь средств ПВО Арабской Республики. Все, кто был на борту, а это 15 человек погибли. Израильские военные признают, минувшей ночью бомбили объекты в Сирии. Однако считают, что ответственность за инцидент лежит на официальном Дамаске. Свою позицию премьер-министр Израиля озвучил в телефонном разговоре с президентом России. Переговоры состоялись буквально несколько часов назад. Бенемин Нетаньяху предложил направить в Россию командующего ВВС. В ситуации разбиралась наш СОПКОР в Москве Дарья Белоусова-Петровская. Связь с российским самолетом-разведчиком пропала накануне в 10 часов вечера. Возвращаясь на авиабазу Хмимим, он находился над Средиземным морем 35 километров от побережья Сирии. По данным Министерства обороны России, как раз в этот момент 4 израильских истребителя F-16 атаковали объекты Арабской республики недалеко от города Латакия. Как отмечают в ведомстве, израильские летчики фактически подставили Ил-20 под огонь средств противовоздушной обороны Сирии, которые отражали налет. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность, на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Абгидором Либерманом заявил, что вина за сбитый самолет и гибель 15 российских военнослужащих полностью лежит на израильской стороне. О планируемой операции Тель-Авив не предупредил командование российской группировки войск в Сирии. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести самолет в безопасную зону. Я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги. Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар. В Израиле ответили, что скорбят в связи с гибелью экипажа Ил-20 и готовы предоставить всю информацию для расследования. При этом ответственность за гибель российского самолета там возложили на официальный Дамаск, Иран и движение Хизбаллах. С моей точки зрения, все-таки межгосударственного конфликта не будет. И все понимают, что практически стопроцентно это не специальное действие. Это следствие той мятеж войны, которая сложилась в Сирии. Настолько конфликт гибридно замешан, что что там может произойти, не знает никто. Единственный способ решения, это все-таки серьезно решить вопрос будущего национального государства. Либо большие державы будут делить на зоны, просто страну и сметать национальные режимы. Либо все-таки устав ООН будет работать в пользу национальных государств. Поэтому я бы считал, что реальная причина, она не в этой израильской ракете. А она все-таки в сломе устава ООН на такой территории, как Сирия. Отреагировал на гибель Ил-20 российский лидер Владимир Путин. Он назвал крушение самолета цепью трагических обстоятельств. И подчеркнул, что заявление Минобороны в адрес Израиля было согласовано с ним. Владимир Путин также добавил, что после катастрофы Россия усилит меры безопасности своих военных в Сирии. Обломки самолета, фрагменты тел и личные вещи погибших российских военнослужащих уже найдены в 27 километрах западнее от города БНИАС. В поисковой операции участвовало 8 кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. Дарья Белоусова-Петровская, Алексей Чернюк, агент сатель новостей, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok